приветствую вас дорогие друзья на канале михалыч топи геймс и мы накануне нашего ну можно так сказать и обновления так как у нас поменяются награды в календаре вернее награды вот нашем сезоне мне еще осталось очень много для того чтобы добыть наш вот этот вот скиталец но до этого мне всего лишь 12 часов 24 минуты может быть я даже запущу сегодняшний стрим который будет посвящен именно этому чтобы добить 60 уровень будет мертвый остров по кд откатываться и фармиться но в сегодняшнем видео я хотел поговорить о том что у нас уже известно о будущем сезоне и как минимум там мы не находим нового скина если честно я думал что вот этот вот скин который вы уже видели ребят у меня обзор на него был в одном из видосиков там где мы вот этого вот кватер бека открывали и самое главное получили я думаю что он будет получаться в следующем сезоне но увы его просто сделали вот в таком вот ящике и это беда бедовое то что вообще это все произошло я также нашел что у нас это все дело было и явно оно как говорится показано у нас есть тоже подсказочка о следующем сезоне то что смотрите у нас есть призрак скорости воу вот такой вот чоппер который уже красуется у нас и награда 35 сезона можно встретить встретить среди наград календарного события очень прикольно выглядит тут и черепок спереди причем какого-то я даже не знаю что это за череп такой жесткий и конечно же колеса очень жесткие и все 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 мне кажется что один из прикольных чопперов которые могут заслужить может заслужить как говорится любимцев из чопперов из всего списка мой самый любимый чоппер это понятно что давайте мы его сейчас найдем либо дракон вот этот вот я еще его не подкрасил меня на бухалыче один он и больше ничего либо где-то арахна который тоже скрывается в рядах моих чопперов вот арахна мне очень сильно нравится в реальной жизни я хотел получить именно вот такой вот чоппер катался бы просто он наслаждался но вы напишите пожалуйста какой чоппер вам интересен но и 35 сезон должен быть как минимум интересен плане того что охота за новым скином открыто я думаю что осталось нам там всего лишь на всего 12 часов и будем наслаждаться какими-то наградами здесь очень приятный огнемет да его получить не так уж легко но возможно хотел бы также поделиться с вами что обновка следующим сезоном думаю принесет нам тоже как минимум интересные награды вот здесь потому что вот это вот боевой антирад шлем и боевой антирад броня который здесь присутствует очень радует глаз и я думаю что огнемет и все остальное тоже неплохо может повлиять на дальнейшее развитие ну как минимум огнеметиков меня теперь плюс один или плюс два огнемета уже на почте есть так что хотел сказать следующий сезон и все такое в ожидании что нужно для того чтобы достаточно уверенно себя чувствовать следующем сезоне практически ничего просто-напросто подформить огнестрела просто-напросто быть в себе уверенным да я уже наверно не успеваю на свалку хотя можно было только что успеть но я не особо люблю свалки привал дороги меня больше привлекает но я сегодня хотел сходить еще на разрушенный конвой по поводу видосов о которых я снимаю можно так сказать они достаточно интересные но всем не хватает чего-то такого экшена что-то нового чего-то необычного я тоже скажу что представьте себе что игра сейчас особенно особо не блещет каким-то новым контентом поэтому приходится догадки снимать ожидания новых сезонов ну и как минимум обзор чего-то того что у нас уже есть и так если вы нашли вот этот вот разрушенный конвой тут ходят рейдеры вы можете с легкостью собрать палец причем не согреть на себя всех вот этих вот выживших просто-напросто пробежал вот в этот труп заглянул палец если есть забрал и ушел не сто процентов бывают пальцы здесь то есть если он есть вы обязательно его заберете также хотел сказать хорошую новость о том что если ты здесь сольешь всех то ребята с винчестерами это такие себе противники и но я также заметил что если выжившие здесь именно с мачетами то это можно так сказать джекпот джекпот так как у вас мачетки прилетают на базу и бывают такие что и два и даже три выживших здесь бывают с мачетами а мачеты никогда в хозяйстве не бывают лишними забираешь наслаждаешься почему бы нет сначала нового сезона может быть даже принесет какие-то новые события но увы как говорит наш драгоценнейший разработчик в официальной группе сказано что в этом месяце ничего глобального и нового не ждите у нас будет работа над глобальными такими масштабными вопросами это у нас изменится календарь какую сторону не знаю но самое главное что ожидать мы уже научились и обновку тоже ждать мы научились будем ждать будем надеяться что все таки календарные события которые повторяются мегалодонские много раз в отряд обрадует наш глаз в разы быстрее чем мы думаем в этом месяце в конце нам пообещали что-то новое в календаре плюс к этому они сказали что будут какие-то изменения в технических вопросах ну и остается только ждать и надеяться что это будет изменение не в худшую сторону ведь не раз как минимум я сталкивался с тем что игра была изменена но как минимум пофиксили то от чего игра казалась чем-то красивым и хорошим вылетаем на глобальную карту посмотрим что у нас тут появится я не думаю что появится что-то уникально хорошее но все-таки ждем следующего сезона будем выбивать награды наслаждаться игрой со всей силы выкладывать какие-то ресурсы базу номер два ну и забирать фармить проходить я очень сильно отстал по развитию второй базы до акт 2 у меня закрыт и я жду тоже акта 3 что там будет в третьем акте пока не понятно но если хоть немного рассмотреть с этим то связано это будет с катером и тем что у нас появился еще один катер как минимум в порту вы помните задание которое было в акте 1 которому нам нужно было отправиться в порт и если вы думаете что акт 3 будет связан максимально с катером если ты его не соберешь что ничего не поедет не закрутиться то я думаю что ты ошибаешься с одной стороны у нас там есть неприкасаемый катер либо что-то что будет происходить именно на вот этом вот пирсе придя в этот в на эту локацию опускаемся на пирс мы понимаем что у того кого катера нет сможет нас наслаждаться катером который был припаркован вот здесь если вы помните в одном из заданий нам именно приплыл еще один катер и был припаркован вот в этом месте до заяводействовать с ним нельзя было но все таки если так будет то отправляться где-то какие-то дальние локации мне кажется придется все таки отсюда ну и катер нам предоставит игра хотя с другой стороны то что мы сейчас крафтим то что сейчас нужно собрать там на нашей базе номер два поселений я думаю в разы проще собрать катер отправляясь несколько раз в стоки для того чтобы выполнять задание акта 3 не буду тянуть кота за резину всем ребят огромное спасибо за то что вы зашли я сделал обзорчик на маленький чоппер который появился у нас уже и нам осталось ждать всего лишь несколько часов чтобы насладиться новым сезоном надеюсь там будут хорошие награды быть добро вам спасибо за внимание удах